смотрите как выглядит вип-автобусы у них нету среднего ряда и вы смотрите какие широкие сиденья прям действительно лежишь как две бутылки воды пароль от вай фая пожалуйста здесь даже телевизор по моему работает смотрите подушечку деяло сиденья прям все дела очень такой красивый автобус и такой прям очень удобный так выглядит смотрите какой он широкий по сравнению с тем автобусом которому до этого ездили называется vip и смотрите что есть так нажимаете вот так нажимаете и она это массажируется представьте прикольно так и здесь внизу еще гнездо из для зарядки что-то свет выключили сейчас я его найду где включить действительно вип и знаете такой автобус мне обошелся 520 тысяч донг это примерно 20 долларов с лишним и до ниньбиня будем ехать это шесть с половиной часов всем доброе утро приехали мы в ниньбинь но ниньбинь нас не порадовал погодой здесь дожди смотрите дожди 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 мы находимся прям недалеко от автобусной станции где нас оставил автобус я забронировала ну отель но я его забронировала слишком поздно вернее слишком наверно рано три часа ночи а в 4 мы уже приехали вот оказывается у них свободный номер событий только в 12 часов сейчас время 7 утра вот мы там прилегли рядышком ждем наш номер свободный на двухместный если что-то они из нас там не поймешь заселит не засели вот ищу короче сейчас я в поисках другого отеля хочу на месте посмотреть сразу договориться смотрите что здесь интересное повсюду вот такие вот речушки речушки главное и они все закрыты вот такой вот изгороди видимо они здесь наверное рыбу свою разводят все еще спят здесь вот видно красивые горы домики кто-то уже завтракает здесь прям с бассейнчиком смотрите какое интересное название кинг-конг холмстей честь того что именно в этом местечке нинь-бинь снимали фильм кинг-конг здесь тоже вот такой бассейнчик и я заметила вы знаете здесь отеле находится прям рядом с отелями и у них нет четкой границы вот что и удивило обычно в вьетнаме не отдельно расположены этот как-то имеет свои границы заборчик ворота калитка здесь все увидите открыты заборчиком у них является растение вау смотрите как здесь красивенько старый такой мостик все катаются на лодочках в основном здесь все ездят на велосипедиках вот таких и все вот таких дождевиках и в длинные в сапожках но видимо здесь частенечко дожди смотрите как здесь красиво да вау так красивенько и вот здесь вот гола очень красиво смотрите как растет папайя на дереве прям папайя здесь благодать дорасти для деревьев конечно это классненько главное знаете дождик не так как из ведра а дождик такой мелкий моросит противника чуть-чуть лучше пусть такая будет пасмурная погода но дождика не будет или дождик пусть уже хлынет пройдет уже конкретное все а а вот как мы приехали с ночи так он идет и ведет приятненько вау смотрите козлы здесь это че горные козлы ухты бекает их закрыли вот их закрыли изгороди вау какая гора прям рядом смотрите вот получается в том месте вот напротив вот за этим отелем это кстати отель четыре звезды что ли забыл как он называется за ним получается наш отель и тут вот горные козлы которые вышли на утреннюю прогулочку а он они ходят и кричат видите да вот пожалуйста как стирает белье он смотрите как раньше фильмов показы как они стирают вот так прикольно ли смотрите как интересно придумали бар литл манки чуз мультик караоке то есть автобус из него сделали вот такой вот бар не знаю он работает не работает нас вот судя потому что все бутылки стоят наверно работает смотрите как вычищает все за ночь листики попросали а сейчас ведь они все убирают следят за речкой готовят свои лодочки жизнь у них протекает свою череду так женькой зашли здесь в одну из многочисленных кафе счетчик из-за того что здесь есть гамбургеры заказали гамбургер для саши гамбургеры с говядиной и с картофелем с 3 стоит 185 тысяч донгов вот смотрите какая здесь интересная инсталляция стены все расписаны так выглядит кафешечки и вот смотрите что здесь флажки всех стран даже есть наша страна еще раз повторюсь мы находимся в там кок деревушке который находится рядом с ним бенем заказали яичный кофе я наслышана об этом но других городах вьетнама яичный кофе не найдешь начиная с ним бене до фоно и каждое заведение обязательно предлагает посетителям яичный кофе это взбитый желток история его происхождения такова что когда-то когда они кофе пили у них не было молока чтобы разбавить кофе с молоком и поэтому стали сбивать яичный желток и вот это вот взбивали смотрите как его забили что он образует такую крепкую пену а вкус такой знаете как будто как сливки стоит такое наслаждение но здесь она стоит 50 до 1000 донгов и вот этот музей стоит 45 будем наслаждаться знаете что что здесь интересно сам кофе он очень горький без сахаров а желток этот сбитый с сахаром и такое вкусное сочетание и она главное его мешая мешаю она вместе не смешивается и вот поэтому можно отдельно пить кофе и отдельно съедать его сбил тоже разбитым желтком ну прям интересное сочетание вау смотрите какие здесь карпа огромные нашим отеле кстати тоже плапают карпа а здесь они прям большие такие толстенькие золотые красненькие смотрите какие огромные а вот здесь водопаде под как живописно красивенько да и накрапывает дождик мне кажется здесь в ниньбине он постоянно накрапывает накрапывает прям так знаете вообще не жарко а вот здесь вот и что сверху туман над горами вообще удоражит воображение вы видели до горных козлов бебе вот так они живут здесь зоопар даже не нужен да можно просто на них посмотрите все вот так по крутым ступенечкам их всего 500 штук всего-то и достигнем вершины смотрите поднялась наверх внизу ничего не видно за туманом одна только пагода видать все стороны тоже можно залезть нажал какой-то туман все закрывает не видно всей этой красоты все покорила я миопик добралась до самого верха смотрите за туманом вообще ничего не видно что поднималась я на высоту 500 ступенек увидите муж там видно вам до людей а вот это с другой стороны можно еще подняться в принципе такая же а так как здесь ужас когда вы не смотришь а жду захватывать так и здесь многие ложатся типсы фотографируются на фоне дракончика мне кажется я специально сюда поставили смотреть когда на нее смотришь она прям на тебя смотрит и типа говорит молодец что ты сделала это я так достигла вершина смотрите до куда вы я добралась чтобы сделать памятное фото на фоне этого дракона а внизу пропасть ужас какой смотрите вот они козырьки как им не страшно кушать здесь козырьки направляемся мы в пещеру мило смотрите какие здесь деревья как фильме аватар они прям спускаются от них воздушные корни да это корни то есть они питаются влажностью за счет этого она растет интересно тогда постоянно вот этот моросящий дождик я уже мокрая вообще уже мокрая постоянно по дождикам по 10 тоже смотреть все воздушные корни очень красиво смотрите как красиво здесь старенький мостик который переходит туда вот на центр этого озера очень красивенько пойдем сейчас пещерку но она принципе не такая большая это думаю но я думаю если мы уже заплатили за вход 100 тысяч долгов то обязательно нужно подняться на все вершины мило и конечно же пещеру мило киев она небольшая но посетить стоит вот смотрите при принципе пещера на не глубокая но мы идем на перл спринг низенькая короче дверь закрыли все никого туда не пускает идем обратно смотрите мы вышли такое ощущение как будто мы увидели новый мир вышли из подземелья интересно так здесь что открывается перед нами красивейшие горы когда кстати фильме смотришь я много смотрела фильмы приключенческие жили верные других я всегда думаю блин как это красиво побывать в таких местах и вот вьетнам поражает до своей красотой и своей знаете нетронутостью недаром во вьетнаме двух местах снимали известные фильмы как аватар и king kong в ними не снимали вместе где-то там кок завтра мы туда поедем аватар снимали бухте холонг вот на бухту холонг и обязательно хочу поехать мы уже не расхануя потому что нам уже осталось несколько дней а бесконечные переезды мы очень городов много поменяли уже знаете немножко уже устали мы менять постоянно отели поездки без не бесконечные меня аж сашка говорит мама по-моему мы автобусов больше отдыхаем чем отдыхаем в отелях да с одной стороны это правда вот но я хотела именно обследовать есть это нам вот за непродолжительный короткий промежуток времени мне удалось побывать самых таких топовых местах вьетнама вот поэтому самое главный последний это обязательно бухта холонг ну и конечно же там ханой их не за знаменитая там железная дорога который проходит между домов перед ходом здесь можно как раз смотрите взять на прокат национальную одежду здесь она немножко другая смотрите смехом я сегодня девушка вам показывал какие некрасивенькие вот поэтому можно арендовать вот за это стик а если на фоне горы фото 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 но дресс фото а так она очень красивая это что это какие-то стик а всем доброе утро смотрите почему мы так разоделись потому что мы идем на экскурсию сегодня идем мы на лодочную станцию она находится буквально рядышком вот здесь и здесь на лодочной мы заметили что со вчерашнего дня здесь дожди и вот эти почему-то два дня дожди не знаю такое ощущение как будто здесь дожди всегда нам так кажется что здесь всегда дожди вот вчера мы так сильно вымокли потому что мы ездили на мопеде и вот не хотелось бы сегодня опять вымокнуть поэтому мы купили дождевики всего лишь стоит 20 тысяч донгов каждый но мы взяли два за 30 тысяч донгов и идем на лодочную станцию смотрите сколько много есть людей и ну и что-то я не вижу что группа отплывает джей прикинь не видно что люди отплывают я не знаю наверно двоих двоих тоже везут короче здесь идет 250 тысяч донг на человека если там вы что-то там совершаете там один круг а если берете общие то 360 смотрите в каком виде они скирают белье вчера я тоже показала немножко вот как типичная вьетнамская деревня прикольно-то вот здесь мы имеем два кайфа текке первая только белье текке 250 тысяч донгов это означает что вы идете по белье и верете по белье и верете по белье сколько раз? 1 час и 40 минут и вторая комбо текке комбо комбо текке комбо текке вы будете путешествовать первое белье и второе белье и второе белье и закончится вот здесь у нас есть элисит для вас для вас посещать кайфи 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 Жень надо сначала выбрать кайфи лодочки решили взять комбо полностью чем просто на лодочке часик ездить здесь просто посмотреть и проехать сквозь пещерки вот смотрите вот наш маршрут будет на сегодня вот наш маршрут будет на сегодня за 250 тысяч донгов если вы просто сделаете маршрут по реке занимает около часу и заезжать будете сквозь вот эти пещеры баки хайфи кайфи мэйпик посмотреть да вот а если вы берете полностью экскурсию здесь не только по реке потом обратно привезут потом здесь садитесь на автобус и уже по пагоди там уже ходить где-то около 3 часов все вместе если берете комбо тур то 340 за человека взрослого за ребенка 190 вот мы решили не терять времени но знаете что нам нравится вчера было столько много людей я думала блин каждый день здесь только куча народа а сегодня никого мы только одни представьте вчера с 7 утра люди идут идут а вот сегодня вообще никого нету да мы наверно первые уезжаем блин и все равно так красиво несмотря на такую погоду пасмурную все равно очень красиво так вот здесь мы наблюдаем отель я не знаю сколько это звезд но я думаю наверное это тот же отель который да да я не знаю он может быть пять звезд который эмеральда резорт отель он располагается на двух островках и стоимость его в ночь на двоих человек стоит миллион восемьсот тысяч донгов в принципе цена не такая уж дорогая это примерно где-то около да в принципе недорогая цена можно было заселиться здесь вчера отель в принципе нормальный был но очень сильно пахнет сыростью ужасно я думаю наверное здесь вся особенность северного вьетнама то что постоянно где дожди особенность да пахнет сыростью в каждой провинции есть своя особенность особенность этой провинции гребсти смотрите ногами смотрите что он делает он гребет ногами вы когда они такое видели я не знаю они это специально для фишки придумали чтобы люди сюда приезжали да или ему действительно ногами гребсти легче чем руками ногами легче это то же самое как вы на велосипеде да ну да получается ногами же легче гребсти чем имеется кататься на велосипеде чем руками и поэтому они таким образом придумали гребсти ногами смотрите вот мы едем едем и я прям чувствую да смотрите в этих домах люди живут мне кажется здесь уже туристы не живут а живут люди смотрите а вот здесь живут люди когда здесь а где это нет нет их отель отель видишь пятое вот представьте стены все пропитывается сыростью но прямо едем и прям чувствуется запах сырости а вот здесь открывается обалденная красота Вот там тоже румы. Да, да, везде румы. И вот дерево с корнями воздушные, как и ватал. Ага, вот как выглядит рума. Прямо на речке. Я в этот раз решила ближе к речке заселиться, чтобы прям ближе было к лодочной станции. Вау, а там какие виды открываются. И вот знаете, что, почему я решила приехать вообще на северный Вьетнам, в том числе Бухту Холонг, это обязательное посещение, Бухту Холонг, и именно Ниньби, хотя я Ниньби сначала не включала в свои путешествия, но посмотрела пару блогеров, думала, надо побывать на Ниньби. Вот так как мы вчера приехали, и вообще нам не повезло с отелем, я ночью его, главное, забронировала, после того, что я устаю, и, короче, я заранее не забронировала, я забронировала его перед выездом. Короче, мы туда приехали в 5 утра, 5 утра. Она вышла с солнным голосом, сказала, у меня нет свободных мест. Я у нее спрашиваю, да, есть другие, я за дополнительную плату, ну, мы так сильно хотим спать, Сашка устал, мы устали. Нет, нету. Ну, мы там расположились, у них там такие диванчики были, мы расположились, и там поспали, людей не было. Ну, что-то, я смотрю, они к нам вообще даже не подходили, только ихняя бабка подходила к нам, говорит, сходите в туалет, зонтик нам дала. Короче, нам это не понравилось, мы до 12 прождали, пока ходили, гуляли до 12, и все равно вот при нас выселялись, и к нам даже не подходили. Нет, бутылку воды предложить, я не знаю, ну, какой-нибудь, как клиентоориентированным быть. Вообще, так не понравилось их отношение, видят, что мы с ребенком, что мы уставшие с дороги, тем более я хотела ранее заселение, тем более мы просили давать эти деньги. Короче, мы пошли рядом в отель. О, ну, не надо. Мы сами пикчер делаем. Смотрите, мы проезжаем мимо могилок. Блин, мне так нравится. А интересно, заходить можно отсюда самим заезжать? Надо посмотреть. Смотрите, мы проезжаем мимо могилок. Блин, мне так нравится. Короче, нас она сфотова, говорит, за доллар. А, здесь, говорит, Кейджи. Окей, окей. Ну, смотрите, какие обалденные здесь места. Непроходимые джунгли. Вау, блин, как обалденно здесь. Смотрите, никого нету, только мы. Вот вчера было столько много людей, воскресенье было. Хорошо, что я выбрала именно поехать сегодня. Как будто вот это все создано специально для нас. Вы представьте, никого нету. Приезжайте сюда рано утром, в 8 утра мы уже здесь. И никого. Смотрите, только это природа и мы. Блин, вы знаете, что самое интересное? Камера все равно не сможет передать вот этой красоты. Блин, я такое никогда не видела. Вы знаете, сколько я мест бывала. Блин, каждая страна красивая по-своему. Здесь мы проезжаем под пещерой. Пещера называется... Забыла, как называется она. Блин, здесь темно. Так, вот смотрите. Вот у нас пещера. И эта речка протекает в 8 дней. Так погадочно, интересненько, да? Пусть будет она маленькая, эта пещерка, но все равно интересно. Вау, что открывается перед нами. Смотрите, как будто мы вышли с этого, с подземелья и нашли новый фильм. Вообще, мне здесь, знаете, вспоминается рассказ, даже сказка, наверное, путешествие к центру земли. Я очень люблю фантастику. Я очень... С детства я перечитала все книги. Жуля Верна. Ну, очень много фантастики. Что-то на ум не приходит больше мне имен. Но вы знаете... О, смотрите, кто... Такое ощущение, как будто этот пролетел в птеродактиль. Блин, я как раз говорю про затерянный мир. И как будто пролетел в птеродактиль. Представьте, я это сняла. И мне всегда, вот знаете, мне всегда интересовало что-то все интересное. Нетронутые места. Я никогда не думала, что я могу находиться сама в этих местах. Конечно, интересно было путешествие к центру земли. Как они нашли другой мир. Представьте, и вот как будто мы сейчас выплыли с этой пещеры. И сейчас мы находимся в совершенно другом мире. Представьте, это еще сейчас солнца нету. А когда солнце, это еще красивее, еще зеленее, еще живописнее, еще ярче. А сейчас, да, такое ощущение, как будто это так таинственно, загадочное. Вот оно, наш птеродактиль. Как он пролетел, здесь оптеродактиль. Это пеликанчик, да, маленький? Понимаешь, что здесь мужчины сильные? Но чтобы женщины... Женскую работу. Смотрите, местую работу выполняли. Представьте, одни женщины. Только мужчина на машинку управляет. Вот такой чудесный жетер. Ещё целую целую инженку. Почему? Какое-то будет9 раз. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь красивый вид На речку На эти горы Очень впечатляюще Как будто мы открыли новый мир Люблю такое Люблю, обожаю Что-то интересное Что-то завораживающее Что-то знаете Такое, которое Дает Адреналин Да, страус У нас еще В одно местечко Многие, кстати, сюда приезжают Просто на автобусе, видимо Или сами А вот эта пагода называется Бич дом пагода Так Такая старейшая пагода Которая находится в пяти кувшенок Я заметила здесь В провинции Нинбинь Так как Из-за такого климата Влажного Предлагают этот Игрушечки всякие И вообще здесь такая вот природа Постоянно морозит мелкий дождик Я не знаю Здесь постоянно Мы попали уже в второй день Постоянный мелкий дождик Растениям здесь просто благодать Аэс Здесь прям Наслаждение жить Также здесь куча кувшинок Много лягушек Много насекомых Вот Поэтому Именно вот эта природа Северного Вьетнама Она отличается Своей природой Потому что здесь Намного прохладнее Чем в других регионах Вот Очень интересненько Вот так пройтись Посмотреть Погулять Реставрировано Это В 1992 году Вот как мне поражают Вот эти вот кладбища Интересные такие памятники Очень красивые Прилечательно Здесь вот их три Может быть даже В землях Кого-то Похоронили Или кто-то Покоится Вот здесь Смотрите Как Красиво А здесь Интересно Пальмочки Растут Кстати Я здесь Редко видела Где пальмы Растут Но здесь Тоже Видите Да Маленькие Тверцы Которые По всему Вьетнаму Китайский Стиль Изнутри Все Доставили Захоронения Черепица Я говорю Все в таком Китайском Здесь Здесь В основном Проявляется Очень сильно Вдруг Китая А мы Поднимаемся Вверх А водной Пагод Находится В скале Поднялись Видите Она Прям Высечена В скале Выделали Местечко Здесь В скале И сделали Есть Пагод Некоторые Некоторые Заходят Внутрь Предлагаю Вылети или прям просто а была уже готовая пещера но все равно немножко выдолбили ты думаешь они просто нашли эту пещеру и в ней построили может быть вау здесь могильная плита прикольная так поднялась еще выше здесь еще одна пагода немножко дух перехватывать потому что поднимались опять по ступеночкам и уже это все и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok